Рыба, масло и соль. Таков идеальный состав качественных консервов. А вот самих сардин в баночке можно и не обнаружить. Производителям разрешено использовать вместо них каспийскую кильку, хамсу, салаку и еще несколько видов рыб из семейства сельдевых. Вот, например, консервы стоимостью 75 рублей. Здесь вы видите название этой рыбы, употреблено в единственном числе и рисунок свидетельствует о том, что это из более крупной рыбы изготовлено, которую порезали кусочками. Оригинальный продукт сардины, они должны быть изготовлены из мелкой рыбешки, у которой отрезают хвост и голову, потрошат и после легкой обжарки укладывают, заливают маслом. В поисках консервов, изготовленных непосредственно из сардин, приобретаем баночку, цена которой больше в два раза. 140 рублей за тот же вес. В составе дорогого образца у нас содержится филе рыбы. Производитель скрывает от нас название собственной этой рыбы, просто говорит, что это филе. Получается, что и дорогие консервы не всегда сделаны из сардин. Если вы хотите приобрести именно их, нужно обращать внимание на место производства продукта. Сардины в России ловят только на Дальнем Востоке. Нас же интересует не столько вид рыбы, сколько ее качество. Чтобы как следует его изучить, открываем баночки. Начнем с дешевого образца. Вы знаете, вот в отличие от производителя, который написал, что это рыба в растительном масле, я бы сказал, что это рыба в собственном соку. Ни размер использованной рыбы, ни качество масла не устроило эксперта. Посмотрим, что он скажет про дорогой образец. Вот в отличие от той глянцевой, я бы даже сказал, гламурной картинки, которую нам предложил производитель на баночке, так сказать, этих сардин, мы здесь видим расплывшуюся непонятной формы рыбку. Тут достаточно спрессованная такая масса, что не характерно для этого продукта. Вот видите, не все до конца удалено. Я имею в виду внутренности этой рыбы. Чешуя этих рыб остается на дне консервной банки, что не должно быть в принципе. Не до конца выпотрошенные внутренности, как правило, придают продукту горечь. Ну а про чешую в консервной банке говорить не приходится. Это нарушение стандартов. Но эксперт все же решил попробовать оба образца сардин. В этом более дорогом варианте больше масла. Но это может быть единственное, что отличает от более бюджетных вариантов. Кроме того, я не могу назвать какие-то уж такие черты, которые бы очень сильно выделяли и сделали продукт таким дорогим. Тут, вероятно, вся причина в алчности производителей и в алчности тех трейдеров, которые реализуют их продукцию на наших магазинах полка. Получается, высокая цена сардин не всегда признак высокого качества. Лучший о продукте расскажет состав. В составе не должно быть искусственных консервантов. Выбирая баночку, внимательно осмотрите ее. Если нашли вмятины и выбоины, не берите такой продукт, в нем могли начаться процессы окисления. Если повреждений нет, стряхните баночку. Бульканье внутри подскажет вам, что производитель сэкономил на количестве рыбы. Нашли идеальный вариант? Запомните производителя, это позволит в следующий раз потратить меньше времени на покупки. Или просто досмотрите контрольную закупку до конца и сделайте правильный выбор.